Всем саду, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на Чифтэйне. Данное сражение, я думаю, вам точно должно понравиться, так как игрок тут демонстрировал реально очень хорошие результаты. Ну и, в общем, давайте обсудим самые животрепещущие темы, которые тревожат практически всех. За последнее время больше всего по ним, собственно, спроса. И тут у нас глобальная карта на носу. 29 июня, собственно, начнутся уже бои на глобальной карте. И на самом деле разработчики постарались максимально халявными сделать все-таки глобальную карту. То есть тут не обошлось без довольно-таки сильных вливаний всяких разнообразных наград. Например, можно скрафтить премиум танки 8 уровня и действительно скрафтить именно. То есть вы в этом режиме набираете специальный ресурс, металл, и можете с помощью него по итогу события скрафтить какой-либо премиум танк. Но не все, конечно, премиум танки, а только некоторые. Такие, как, например, ТИП-62 китайский ЛТ, СУ-122-44, советская ПТ-САУ 7 уровня. И танки 8 уровня. Это у нас, собственно, такая машина, как Кернар Ван Экшн Икс. И, ко всему прочему, тоже неплохой танк Лонсен С. В целом это уже, как бы, говорит нам о том, что стоит попробовать поиграть в глобальную карту, найти для этого какой-нибудь клан. В принципе, еще время на это есть. У нас остается буквально дней, в общем-то, 5-6 на это, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. И до 12 июля событие на глобальной карте продлится. То есть будет оно длиться 13 дней. В общем, действительно, стоит подготовиться к нему как можно лучше. Как подготовиться к этому событию? Ну, в первую очередь нужно подготовить танки. Потому что вас не возьмут, ну, как бы, играть на глобальную карту, если у вас нету нужных танков. Танки это основа, ну, и вторая самая, ну, тоже важная деталь, это статистика. То есть нужные танки и неплохая статистика, а также немного терпения приведут вас в клан, в котором вы сможете заполучить эти награды. Также, естественно, никуда не делись танки 10 уровня, чифтейны, там объекты 907 и так далее. Правда, разработчики убрали возможность играть на этих танках в ранговых боях. Что, конечно, немножечко смущает. Только в кланах, короче, можно будет сражаться. И, в общем, посмотрим, как это все будет. Также разработчики скоро, а именно 25 июня, запускают 17.00 тестовый сервер песочницы. Снова они будут тестировать оборудование, что, наверное, хорошо, потому что это будущее нашей игры. Это некоторые детали, которые в будущем будут, ну, реально влиять очень сильно. Поиграв на тестовом сервере песочница, вы можете заполучить день премиум аккаунта. Да, немного, но если у вас не хватает дня према, то можно воспользоваться данным предложением. Все больше и больше разнообразных стилей и эмблемок появляется в магазине, в котором можно покупать все за монеты в честь десятилетия World of Tanks. И просто играя в разнообразные режимы, вы способны фармить эти монеты. Считаю, что, в принципе, ну, стоит кое-какие товары там приобрести. Чисто, наверное, для красоты, ну, есть там хорошие стилы, в принципе, подобрать можно себе. Ну, есть прикольные эмблемы, которые точно в дальнейшем будут интересны. Там сейчас-то онлайн не очень высокий, но потом, когда он подрастет, быть, и же к концу года, что обязательно произойдет. И, собственно, конечно, уже будете красоваться всеми этими деталями, а многие будут недоумевать, откуда вы это все дело взяли. И, друзья, вы можете выиграть золото в этом видео, вам всего лишь нужно досмотреть данный видосик до конца и в комментарии указать свой игровой ник, что довольно-таки просто. Используйте, кстати, в общем, мой второй канал для того, чтобы выигрывать золото на стримах. И также подписка на него обязательно для участия в розыгрыше. Также заходите на сайт Воткит. Тут у нас ежедневно 5000 золота бесплатно раздается. Также на данном сайте можно попробовать выиграть премиум технику 8 уровня. И также золото и премиум аккаунт. Также на данном сайте выгодная референдная программа. И также, используя мой промокод, вы получаете бонус при пополнении. Итак, ну, основная тема это, конечно, боновый магазин, ранговые бои. Ну, данная тема, она важна в плане того, что, ну, уже ждать остается совсем недолго. Раз в полгода разработчики обещали, собственно, обновлять боновый магазин. Ну, и так в скором времени и произойдет. Что, наверное, очень даже неплохо, потому что я считаю, что возможность заполучить танк за боны, это бесценно, потому что тратить реальные деньги, это такое себе. А когда ты покупаешь премиум технику за бонус, за игровую валюту, вот это вот уже вполне выгодно получается. И какая же техника будет в боновом магазине? И тут я в первую очередь хочу рассмотреть один из самых вероятных вариантов. Я обосную, почему именно это самые вероятные варианты, и почему это один из лучших вариантов в боновом магазине, ну, именно если брать премиум технику восьмого уровня. Я говорю о танке под названием Эмин 1951. Этот танк, напомню вам, можно было получить за линию фронта в прошлом году. Но это нужно было там целый год, короче, играть, ну, в общем, довольно напряженно. Да, я этот танк получил, да и многие игроки тоже, но далеко не все. И данный танк, в принципе, за боны будет весьма неплох. То есть, хороший вариант в плане именно бонового магазина. То есть, естественно, я не сравниваю его там с какими-то танками, которые там стоят по 2-3 тысячи рублей. Это уже, ну, естественно, будет такой серьезный уровень в плане того, что, конечно, там можно и имбу себе подобрать. Но именно за игровую валюту это хороший вариант. И почему я считаю, что именно этот танк 100%, ну, не 100%, конечно, но крайне вероятно будет в боновом магазине, это то, что разработчик, ну, в ответ на вопрос, какие танки будут в боновом магазине, отметил, что будут брать, собственно, товары с линии фронта. Какие товары с линии фронта, кроме как танки? Ну, и, возможно, может быть, там, не знаю, какие-нибудь там эмблемки и так далее. Я точно уже не помню, что там еще кроме танков было. Ну, и Эмит 1951, поэтому и один из самых вероятных вариантов. Танк акционный, танк уже никак не достать. Продавать его в ВГ попросту не особо выгодно будет, то есть не так много людей будут его покупать, да и, в принципе, это вызовет больше хейтовых игроков, которые этот танк в линии фронта получали. Ну, да, кто-то скажет, что, ну, будут недовольны те, кто с линии фронта взял этот танк, а кто-то его купит за боны, но, я думаю, это не так критично будет. И чем хорош данный танк? У него 217 пробития, что, в принципе, позволяет ему довольно уверенно себя чувствовать, предположим, в том же режиме линии фронта, который уже в этом году, ну, не будет. То есть, там, последний сезон закончился, и только линия фронта, скорее всего, вернется в следующем году, и то, скорее всего, там все переработают. 242 пробития у этого агрегата, и 0.4, в общем, разброс. Ну, в целом, конечно, танк обладает кучей недостатков, но если вот даже сравнивать его с текущими машинами, которые есть в боновом магазине, он все равно, ну, весьма неплохо выглядит. Ну, и второй вариант, который реально тоже чрезвычайно вероятен, и танк этот, ну, сами разработчики нам, в общем-то, анонсировали еще на ВГ-фесте, на арене, там, на экране, про разговор про боновый магазин. Разработчики показали два танка. Форж 155 и ФВ 215 БС-183. Ну, в общем, некоторые танки, ну, такого типа уже появились. В боновом магазине давно там-то ФВ 215 Б тяж, там даже некоторые танки с глобальной карты, и, в принципе, агрегат, ну, неплохой по характеристикам. Ну, и что тут говорить? Бабаха способна наносить колоссальный урон с выстрела. Все знают ее плюхи, там, на 1800 урона, и даже больше, 1750, если быть точным, средний урон, но прибавьте к этому 25%, ну, или убавьте, наоборот, в зависимости от того, как рандом к вам обратится, какой стороной, задней или передней. В общем, машина просто сверхимбовая, и я считаю, что, ну, у нее все шансы появиться в боновом магазине. И еще агрегаты, которые были тоже в линии фронта, их стоит тоже отметить. Это у нас СТА-2, ВЗ-111. Они тоже были в линии фронта, и, опять-таки, если ссылаться на слова разработчика, то есть все шансы, что эти танки появятся в боновом магазине. Но какой танк тоже имеет большой шанс появиться в боновом магазине, я считаю, что это настоящая имбочка, ну, то есть, именно прям танк, который многие жаждут. И я скажу, почему, опять-таки, данный агрегат имеет все шансы появиться в боновом магазине. И это у нас такой вот танк, как, собственно, ИС-5, объект, также, как-то вот там, объект 730, называя его по-другому. Да, данный танк, я считаю, довольно-таки сильным. Это советский танк с неплохим орудием 390. Опять-таки, не придирайтесь к словам, что многие говорят, это не имба, а там, про джета 65, там, вот имба. Ну, блин, я сравниваю с другими танками из бонового магазина. Если сравнивать с ними, вот, то ИС-5 выглядит очень добротно. 221 пробитие, ну, это позволит хорошо фармить, то есть, хорошо пробивать любого врага. Пушка косая, да, согласен. Но это танк ближнего боя. 270 Альфа. Ну, довольно крепкая башня у него. И неплохая динамика. В принципе, я считаю, что данный агрегат весьма неплох в целом. И почему я считаю, что данный агрегат, собственно, будет в боновом магазине. Во-первых, его убрали с глобальной карты, то есть, его можно было получить в первом сезоне глобальной карты, который был в этом году в начале. Но во втором сезоне его убрали. И, соответственно, я имею, в общем-то, все такие вот факты на лицо, так скажем, говорить о том, что данный агрегат имеет все шансы попасть в боновый магазин. Потому что это редкий танк, потому что его уже раздавали, считай, на шару. И он появился в игре в этом году. Значит, в боновый магазин ему прямая дорога. К этому списку можно еще прибавить и КВ-4 Креславского, у которого такая же судьба. В общем, имба за 8000 бон нам, в общем-то, обеспечена. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю всего хорошего. Удачи вам.